Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписались, подписывайтесь на канале. Много полезного и интересного о выборе и покупке поддержанного автомобиля. Сравнение, тест-драйвы, а также обзор технического плана, где мы разбираем особенности тех или иных БУ машин, рассматривая их на подъемнике. Ну а если заинтересовал наш ассортимент или, например, вакансии, все это по ссылочкам в описании под роликом. На автомобильном рынке встречаются достаточно интересные повороты сюжета. Появляются так называемые автомобили-клоны, когда один автопроизводитель берет готовую модель, слегка ее перелицовывает и начинает продавать, затыкая таким образом пробелы в собственной модельной линейке. Таков и наш сегодняшний герой. Этих автомобилей на вторичном рынке достаточно много. И далеко не каждый знает, что под эмблемой французского автомобильного концерна скрывается, в общем-то, самый что ни на есть японец. В нашем сегодняшнем ролике Peugeot 4008. Построенный на базе Mitsubishi ASX Peugeot 4008, отличающийся от своего прародителя более интересной внешностью, иным оформлением передней и задней части кузова, продавался с одним-единственным вариантом двигателя. Только бензиновый двухлитровый агрегат на 150 лошадиных сил. Период выпуска этой модели оказался очень непродолжительным. С 2012 по 2015 всего три года провела эта модель на конвейере. Что касается коробок передач, для автомобилей с полным приводом предусматривалась только вариаторная КПП, а передний привод комплектовался исключительно механикой. Сегодня у нас на подъемнике машина 2012 года выпуска полноприводная, соответственно вариаторная. Пробег автомобиля 170 тысяч километров. Peugeot 4008 – это компактный кроссовер, удобный для езды в городе. Длина кузова здесь 4 метра 34 сантиметра, ширина 1 метр 76, а высота 1 метр 63. Колесная база автомобиля 2 метра 67 сантиметров. Автомобиль достаточно легкий, снаряженная масса 1460 килограмм, а максимально разрешенная – 1970. Что касается толщины лаккрасочного покрытия, то у Peugeot 4008 краска не толще, чем у японского прототипа. Разброс показаний толщиномера в данном случае лежит в диапазоне от 65 до 90-100 микрон. И, кстати, важное отличие от Mitsubishi ASX – это то, что у ASX переднее крыло пластиковое, а у Peugeot 4008 металлическое. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает достаточно массивная крышка багажника. Первого взгляда в багажник этого автомобиля будет достаточно, чтобы понять – он здесь не слишком объемный. Каталожный объем – 416 литров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, каковы линейные размеры багажного отделения. Ширина проема багажника в его средней части – 107 сантиметров. Высота от фальшпола до полки – 39, а от фальшпола до крыши – 68 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до спинки заднего сидения – ровно 80. Что касается ширины багажника по полу, то по центральной его части – это ровно метр. Но если груз достаточно невысокий, чтобы уместиться в те самые 39 сантиметров запаса под полкой, то вы можете рассчитывать на погрузочную ширину где-то в 115-116 сантиметров. Если же нужно увести что-то более габаритное, складывайте заднее сидение. Делать это вам в любом случае придется из салона. Ровный пол здесь не получится, но в отличие от большинства автомобилей, где в качестве ступеньки выступает именно сидение, здесь выше оказывается фальшпол. При этом расстояние до спинки переднего сидения составляет 157 сантиметров. А если вам надо увести какой-то длинный груз, и вы протолкнете его между передними креслами до самой приборной панели, то рассчитывайте на длину где-то около 2 метров 40 сантиметров. Причем производитель предусмотрел здесь отдельный лючок для перевозки длинномеров непосредственно в самом заднем сидении. Так что на этом автомобиле вы вполне можете перевести лыжи и двух пассажиров на заднем сидении. Каких-то дополнительных удобств по багажнику здесь практически нет, не считая плафона освещения и двух ниш по бокам. Ну а причина небольшой высоты багажника кроется в наличии в автомобиле полноразмерного запасного колеса, которое, собственно говоря, и съедает пространство. Внутри запаски есть свободное место, которое можно занять какой-то некрупной поклажей, ну а штатный инструмент размещен в пенопластовой отформованной емкости по периметру. Если снаружи Peugeot 4008 при первом поверхностном взгляде существенно отличается от прародителя Mitsubishi SX, то внутри различий практически нет. Разве что в некоторых деталях, например, в форме клавиш на рулевом колесе, а также формой обода самого руля. Но в том, что касается архитектуры приборной панели, сидений и так далее, все это повторяет прародителя. Места за рулем в этом автомобиле более чем достаточно. При росте 1,86 мм мне удалось быстро подобрать для себя хорошую посадку. Кресло, кстати говоря, очень удобное. Они имеют ярко выраженный профиль и боковую поддержку, как на спинке сидения, так и на подушке. В нашем случае салон у автомобиля кожаный. Водительское сидение имеет электрические регулировки, и оба передних кресла имеют подогревы. Правда, клавиши управления подогревом расположены, скажем так, не совсем в эталонной доступности. Но это было унаследовано от Mitsubishi. Диапазон регулировки водительского сидения здесь на самом деле очень большой. Если отодвинуть кресло до упора назад и вниз, то я при моем росте практически выпрямляю левую ногу в колени. Так что запас пространства даже для рослого водителя в этом автомобиле будет. Рулевое колесо тоже имеет регулировку как по наклону, так и по вылету в хорошем таком диапазоне, что позволяет удобно подстроить его под собственные привычки. Само рулевое колесо здесь отделано кожей. Оно достаточно удобное и хорошо сидит в руках. Подрулевые переключатели на своих местах пользоваться удобно, тянуться к ним не придется. Также в нашем случае присутствуют лепестки, которые позволяют вам переключать виртуальные передачи. В случае, если вы выставляете вариатор в ручной режим. В плане опоры под локти все в порядке. Есть подлокотник на дверной карте и подлокотник, он же крышка центрального бокса справа. Причем он еще и регулируется по длине. Дисплей цветной, читаемый и очень информативный. Клавиши здесь абсолютно стандартные. Под левую руку у вас блок управления стеклоподъемниками, центральный замок и зеркала. Кстати, они еще и складываются с кнопки. С левой стороны парктроники и система стабилизации. На рулевом колесе у нас три блока клавиш. Это управление магнитолой, круиз-контролем, а также управление телефоном, который подключается по Bluetooth к штатной мультимедийной системе. Никакого монитора здесь нет. Обычная мультимедийная система с CD-чейнджером на 6 дисков, умеющая читать MP3. Для 2012 года, наверное, это было хорошо. По центру у нас клавиша включения-выключения аварийки и сигнальные лампы, отображающие статус подушки безопасности переднего пассажира. Включена либо выключена. Выключать ее нужно для перевозки маленьких детей в детском кресле на переднем сидении. Блок управления климатом у нас здесь лишен какой бы то ни было индикации. Это три удобные поворотные крутилки. Есть авторежим, так что это именно климат-контроль. Правда, однозонный. Привычный селектор коробки передач с прорезью типа «Змейка» и шайба управления режимами полного привода. Эту машину можно оставить на переднем приводе, включить 4WD в режим авто, когда задняя ось будет подключаться по требованию, или принудительно заблокировать в работу муфту подключения задней оси. Но это до 40 км в час и для сложных дорожных условий. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В этом автомобиле у нас присутствует целых три подстаканника в центральном тоннеле. Один перед селектором коробки передач и два слева от обычного рычага стояночного тормоза. 12-ти вольтовая розетка. Присутствует небольшая полочка с прорезиненным основанием, куда можно положить, например, мобильный телефон. И внутри центрального бокса у нас достаточно много места. Плюс здесь у нас скрываются разъемы подключения AUX и USB-разъем. А также еще одна 12-ти вольтовая розетка для зарядки мобильных устройств. Основной бардачок у 408-го не слишком объемный, но под документы формата А4 вполне подойдет. Внизу дверных карт передних дверей также присутствует длинный карман, передняя часть которого отформована под бутылочку. В плане обзорности Peugeot 4008, так же как и ASX, в целом неплох. Здесь довольно низкая линия остекления. Вы видите края капота. Передняя панель хоть и в меру высокая, но обзор не затрудняет. Единственный момент, здесь широкие передние стойки, поэтому при повороте будьте внимательны на предмет наличия пешеходов в слепых зонах. Зато боковые зеркала у этого автомобиля отличные. Они очень большие по площади, крайне информативные, пользоваться ими удобно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Что касается места на заднем ряду, здесь на самом деле неплохо. Единственное, что непривычно, это очень вертикальная спинка заднего сидения. Хотелось бы больший угол наклона или хотя бы возможность ее регулировки, но в 4008 этого нет. Если я сажусь сам за собой, я контактирую коленями со спинкой переднего сидения. Но не упираюсь, а именно контактирую. При этом места под сидением, куда можно спрятать ступни, более чем достаточно. Практически для любой обуви. На полу салона есть тоннель по центру, но он не слишком высокий. И не сказать, что будет мешаться среднему пассажиру. Кстати о пассажирах. Заднее сидение в данном случае, в отличие от передних, далеко не так профилировано. И его подушка фактически плоская в центральной части. Так что трех пассажиров здесь можно будет разместить без всяких проблем, если войдут по ширине. Ну а если вы едете вдвоем, к вашим услугам удобный откидной подлокотник с двумя подстаканниками. Плюс отсюда же можно открыть и лючок для перевозки длинномеров. Либо с его помощью достать что-то из багажника. Подлокотники на дверных картах аналогичны таковым у водителей переднего пассажира. А внизу передней двери никаких кармашков нет. Потенциально возможную локацию для их размещения занимает динамика аудиосистема. Зато у вас есть двухэтажный карман на спинке переднего сидения. В целом же второй ряд этого автомобиля вполне подходит даже для дальних путешествий. Под капотом Peugeot 4008 скрывается двигатель от Mitsubishi. Правда, лишенный каких бы то ни было эмблем. Но этот двухлитровый агрегат на 150 лошадей и 198 ньютонометров крутящего момента не что иное, как 4B11, который можно обнаружить под капотом Outlander или, например, 10-го Lancer. Причем, в отличие от компании Renault, которые для приличия переименовали 2,5-литровый бензиновый мотор под капотом Kaleos из QR25DE в 2TR703, здесь не удосужились сделать даже этого, оставив японскую маркировку. Номер двигателя в данном случае выбит на площадке над масляным фильтром и спокойно обнаруживается просто при помощи фонарика, без каких-либо зеркал и ухищрений. По конфигурации 4B11, напомним, это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и с чугунными гильзами. Здесь два верхних распредвала, стоят фазовращатели и цепной привод газораспределительного механизма. Впрыск топлива самый обычный распределенный. И вообще этот двигатель на самом деле простой по конструкции, а следовательно надежный. Единственное, гидрокомпенсаторов зазоров клапанов здесь нет и регулировка зазоров должна по идее осуществляться раз в 90 тысяч километров пробега при помощи подбора толкателей. Цепь ГРМ здесь служит порядка 150-180 тысяч километров, после чего может понадобиться замена. Еще одно отличие именно двухлитрового мотора от более крупной по объему версии 2.4 это отсутствие здесь балансирных валов. После 200 тысяч километров данные двигатели могут начать расходовать масло на угар. Чтобы избежать этого и продлить срок службы агрегата до тех 300-350 тысяч километров, которые он вполне способен отработать, меняйте масло почаще раз в 8 тысяч километров. Ну а еще один, можно сказать, характерный момент для данных силовых установок в виде трещин в выпускном коллекторе вы точно не пропустите. По сути дела, основной претензией к агрегатам данной серии можно обозначить лишь их шумную работу. На полноприводных машинах 4B11 трудится на пару с вариаторной коробкой передач все того же японского производителя JATCO. Коробка JF011 это тот же вариатор, который ставится на X-Trail, на Qashqai первой генерации, на турбовые разновидности Nissan Juke и так далее. Коробка крайне массовая, ставилась она очень много куда, с запасными частями проблем нет, как и с, собственно, изученностью конструкции тоже. Интервал замены масла 60 тысяч километров пробега в тяжелых условиях лучше сократить где-то до 45. Среднестатистический ресурс подобного вариатора это около 200-250 тысяч километров пробега у адекватного водителя, который не пренебрегает регламентным обслуживанием. Ну а перед тем, как посмотреть на Peugeot 4008 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Каталожное значение для данного автомобиля 210 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли это цифры действительности. Низшая точка у этого автомобиля находится под передним подрамником. Расстояние от асфальта до нижнего габарита 20 сантиметров ровно. До края переднего бампера 23 сантиметра. Расстояние до отбортовки под домкратника на пороге за передним колесом те же 23. Задняя часть выше 25 сантиметров. Ну а расстояние от асфальта до края заднего бампера это 29 сантиметров. Задний свет у автомобиля очень короткий. Банка глушителя полностью подобрана в габарит бампера. Поэтому парковаться задним ходом на этой машине можно вообще смело к любому препятствию. Да и в целом в плане геометрической проходимости Peugeot 4008 это очень даже неплохой автомобиль. Что касается ходовой части, то у этой машины передняя подвеска выполнена по классической для простых бюджетных кроссоверов схеме. Это обычный Макферсон. Нижние шаровые опоры в данном случае запрессованы в рычаг и по логике производителя не должны меняться отдельно. Но, как говорится, в случае замены на дубликаты все это можно осуществить. Стабилизатор поперечной устойчивости располагается сверху на подрамнике и доступ к его креплениям здесь очень хороший. Но на конкретном автомобиле дополнительно установлен подогрев антифриза на 220 вольт. И как раз помпа ограничивает доступ к креплениям стабилизатора по левой стороне. Что касается антикоррозийной обработки, то на этом автомобиле есть легкий-легкий слой заводского антикора. В основном нанесенный на днище. Но, тем не менее, автомобилю 11 лет и кое-где уже начинает появляться пока еще налет, который лучше все же своевременно обработать. А если вам повезло и вы нашли машину, где еще нет вообще никаких признаков начинающейся коррозии, не поленитесь потратиться на дополнительную обработку кузова. Перед задней осью у нас располагается разделенный на две секции топливный бак, объем которого 60 литров. Кстати говоря, в отличие от многих современных машин, здесь бак металлический. Поэтому при осмотре автомобиля в почтенном возрасте обязательно обращайте внимание на отсутствие запаха бензина, когда вы находитесь под автомобилем снизу. Ну и вообще обратите внимание на целостность топливного бака. Задняя подвеска у этого автомобиля многорычажная, соответственно, при осмотре обращайте внимание на состояние сайлент-блоков, дабы после покупки не загонять машину на их замену. Что касается прочих особенностей конструкции задней подвески, пружины и амортизаторы здесь не разнесены друг от друга, а представляют собой единую сборку. Ну а тормоза вкруг дисковые. Стояночный тормоз самый обычный тросовый механический. Таким мы увидели сегодня Peugeot 4008 2012 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Как видите, ничего страшного в этом автомобиле нет. Производитель максимально сохранил здесь платформу предшественника, поэтому с содержанием и обслуживанием подобной машины никаких проблем вообще не будет. Но, кстати, в старших комплектациях Peugeot выглядит поинтереснее, чем прародитель. Mitsubishi ASX. Так что, если вы ищете Mitsubishi и уже отчаялись найти машину с относительно небольшим пробегом и в хорошем состоянии, обратите внимание на модель-аналог. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все в комментариях. Людям, которые ищут себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать выбор. Если обзор понравился, оказался в чем-то полезен, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!